Вы считаете себя звездой? Конечно. У нас на берите говорят лео пашут льет пашут. Это не просто быть простым. Аня Кривицкая, ваша коллега. Совсем просто отстой, извините за французский. О май гад. Как, на ваш взгляд, к вам относятся ваши коллеги? Терпят. Мне как отвечать, как есть или как-то приукрасить ситуацию? Просто быть домохозяйкой? Нет, нет, нет. По блату. Какие-то роли достаются вам? То слепая, то глухая, то немая, то касая. Здравствуйте. Представляем вам наш новый проект «Жизнь замечательных монреальцев». Мы решили разбить стереотип о том, что Монреаль – скучный город, и познакомить вас с людьми, которых скучными точно не назовешь. Поверьте, рядом с вами живут звезды. Дичи-дичи, я-я-я-и. Поверьте, не верьте, но это не игра. Любовь подруга смерти, а может быть сестра. Поверьте, не верьте, не верьте, не верьте. Жанна, вы считаете себя звездой? Конечно, в собственной квартире. Особенно утренней звездой, когда, знаете, просыпаюсь, такая прическа вся на бекрень. Здесь торчит, там торчит, никакого макияжа. Хожу, смотрю на себя в зеркале и думаю, ну звезда, елки-палки, понимаете? Как часто вы себя чувствуете звездой на сцене? Я чувствую себя творческим человеком. И любой творческий человек вряд ли будет чувствовать себя звездой, потому что, по сути дела, мы служим зрителю. Ну, все-таки как-то сложно представить, что звездная болезнь вот как-то совсем вас никак не посещает, даже иногда. Вот скажите, у вас есть какой-то такой знак, который вам четко дает понять, что все, здесь я должна остановиться? У меня есть один друг, я не буду называть его имени, но он тоже является участником нашего театра «Блеск», который много-много лет назад сказал мне одну важную вещь. Он сказал, что ты никогда не должна нравиться себе. Ты всегда должна находить место для роста. Как только ты будешь смотреть на себя и говорить, ну все, я офигительная, вот тогда и появляется звездная болезнь. Глава у Лакруи у Гулера, Глава к Вал잔, Глава, пала Валаку, на完了, что одно из пациентов, с 27-ше, в этом месте, с 26-шнуть, что ужа, оуежа, и жата. А у него высокопоставлены гости у него строки вскоре. Как вам удалось все это выучить и выговорить потом? Я убеждена, что это может сделать каждый. Мне не верят, когда я об этом говорю. Но все, что требуется в данном случае, это терпение и выносливость. Просто у людей не хватает терпения повторять эти вещи каждый день. Это с вами навсегда, как езда на велосипеде? Или если вы захотите этот трюк повторить, то придется заново готовиться? Всегда, как езда на велосипеде. А вы ее учили зачем? Вы хотели продемонстрировать свою уникальную способность быстро говорить? Нет, во-первых, это было естественной частью сценария. Это необходимо было для конкретной сцены. Ну и плюс ко всему, однажды мне попалось видео, где диктор говорит эту скороговорку, только она ее говорит не наизусть, а она ее читает. И время, потраченное на эту скороговорку у этого диктора было 2,5 минуты, если я не ошибаюсь. Я решила побить этот рекорд и сделать ее за минуту 35 секунд. Вот получилось. Есть ли такой человек, который в случае чего вам скажет, Жанна, остановись? Таких мало. Очень много людей, которые любят льстить. С одной стороны, это греет самолюбие, с другой стороны, жаль, что нет таких людей, которые вовремя скажут правду. Ну, раз уж мы начали о людях. Вот Аня Кривицкая, ваша коллега, соперница. Как вы охарактеризуете ваши с ней отношения? Аню Кривицкой невозможно назвать соперницей, потому что мы кардинально противоположные люди. Аня Кривицкая – это сила, это мощь, это колорит, это характер. Я более фееричного такого типа, девушка, как колокольчик, который все сходит с рук, которая слишком легко подходит к жизни. Аня, она более серьезная. Это можно увидеть в том, как она говорит, это можно увидеть в том, как она ведет себя на сцене. Мощь в ее голосе просто завораживает. Такие люди, они очень часто пугают. Вот вы как, не испугались такой мощи? Честно сказать, испугалась. Посмотрела на нее и подумала. Крыса. У Ани незабываемая улыбка, которая сразит любого на полу. Только вы не говорите, что я могу это сказать. Нет, конечно, между нами. Вы вместе с Жанной Борн работаете в театре «Блеск». Как вы с ней ладите? Как у вас отношения? Я когда даже с ней познакомилась, мне даже показалось немножко она странная. То есть, серьезно, как бы ты прям вот всех любишь, прям вот только царишь добро. Снимай маску, next. Но нет, это не маска, это Жанна, это вот какой-то вот баланс. Она может найти добро в любой ситуации. То есть, это может быть любой конфликт или там, не знаю, какой-то там спор. А вот Жанна найдет в этом плюс. Она один раз, представляете, на одном из концертов ударилась за 10 минут до выхода на сцены. Сломала палец. Рак вещей. И вот этот человек на секунду, этого на миллисекунду не показал на сцене. Я думала, ну где-то, ну все равно, ну где-то, ну хотя бы какой-то... Nothing. Мы смотрели видео, я просто поражалась. Ай-яй-яй-яй, мне приятно, и опа, не откуда появляйся. Ай-яй-яй-яй. В проекте «Две звезды» вы принимали участие обе. Аня заняла первое место, вы второе. Давайте говорить откровенно, какие-то неприятные ощущения, я имею в виду в большей степени зависть, были у вас в этот момент, когда вы поняли, что именно она заняла первое место? Зависть была, безусловно. Только это была не черная зависть, а белая. Я завидовала не тому, что Аня заняла первое место, а мне где-то в глубине души было завидно от того, что она способна вот с такой мощью исполнить эту песню. И свеча горела на страницу, свеча горела на страницу, Столько силы в голосе. Я просто смотрела на это и думала, я, наверное, так не смогу. Это была еще одна цель, которую я себе достигла. Я не искала литалетами, то есть стать выше кого-то или победить кого-то в чем-то. Я хотела свое место, я его получила. Я настолько была рада получить это второе место, вы не поверите, что я даже не думала о том, что кто-то меня обошел. А вы что пели? Я пела песенку «Кукла». Ну, полностью соответствовала своему образу, фееричному такому, светлому такому. Вас устраивает этот образ? Вы им довольны? Вы хотели бы что-то другого? Я чувствую комфортно себя в этом образе, но я уже подумала изменить его, потому что он мне порядком поднадоел за все эти годы. Хочется немножко стервинки. Ну, надо учиться, а что делать? Ваша мама, Татьяна Давиденко, является режиссером, руководителем театра «Блеск». Она, насколько я в курсе, ставит и номера сама, и хореографией в определенной степени занимается, и вокалом. Ну, то есть руководит. По блату какие-то роли достаются вам лучше, может быть? Ну, давайте подумаем. Вот был мюзикл «Амальгама» в 2000 году. Мне досталась роль «Слепой». В предстоящем мюзикле у меня будет роль человека, лишенного способности говорить. Я всегда говорю, Татьяне, вы прям должны что-то сделать. Это же ваш ребенок. Но нет, как-то вот она то слепая, то глухая, то немая, то косая. Но этот человек может делать любую роль. Если она красная шапочка, она красная шапочка. Если она французская красная шапочка, она и такая бабушка, дедушка. Вот что бы вы ей не подали, это Жанна. Поэтому судите сами, хорошие ли роли достаются мне. Ну, есть над чем, наверное, расти. А как вы маму называете? Я просто знаю, что многие люди, которые вот так семейно чем-то занимаются, имеют с этим некоторые проблемы. У меня вот мама-учительница, у меня всегда была проблема называть ее Елена Александровна. У вас как с этим? Я демонстративно называю Татьяну Константиновну. Просто, чтобы пощекотить всем нервы. Ваш следующий спектакль — пиковая драма. Имеет ли он какое-то отношение к пресловутой пиковой даме, которая всем известна? Нет, никакого отношения, но вы правильно заметили, это игра слов, потому что это само название вызывает уже интригу. Это сумасшедший проект. Это просто супер. Это просто супер. Почему? Потому что каждого из нас, который имеет background в СССР, потому что это в то время, когда мы росли, мне кажется, было именно так, где-то вот ощутит какой-то вот вкус ностальгии, наверное. Это каждому из нас где-то... Raise memories, я думаю, каждому зрителю. То есть мы, да, будем всегда искать, с вас выдавить слезу. Насколько я знаю, вы начали совместный бизнес с Аней Кривицкой. Совершенно верно. Что это такое и зачем? Это академия, которая основана в рамках театра «Блеск», где мы обучаем детей всему тому, чему обучились актеры театра «Блеск». А это хореография, сценическое движение, актерское мастерство и музыка. У нас есть веб-сайт bleskacademy.ca, у нас также есть фейсбук-пейдж, вы можете обратиться напрямую ко мне, к Жанне, к Татьяне Давиденко. Ваш ребенок будет записан на прослушивание с Татьяной, и в котором он будет assigned to the right group, и мы будем do our best. Вернее, мы будем делать так, чтобы ваш ребенок делал his best. Актерский опыт как-то помогает вам в работе, в вашем основном виде деятельности? Вы знаете, да, несколько лет назад, когда я устраивалась на работу, чем я сейчас, в принципе, и занимаюсь, я проходила интервью онлайн, где мне нужно было сконцентрироваться и понять, что происходит в течение нескольких секунд. Когда компьютер, в буквальном смысле этого слова, задавал мне вопросы, и потом один, два, три, включалась камера, и я должна была говорить. В этот самый момент мне и пришлось использовать свое актерское мастерство, иначе я бы просто язык проглотила. Я считаю, что каждая женщина должна быть актриса, певица, танцовщица, или не знаю, как это еще назвать. Это наша мощь. А вообще я с 14 лет in sales, я все, что делала в своей жизни, пока вот мы дошли до сегодня, что есть и бизнес, и все это движение, это базировалось на продажах. Это мой филд. Актерское мастерство помогает не только на сцене, но и в жизни. Как все это удается совместить в одну какую-то структуру? Потому что, насколько я поняла, это и спектакли, это и основная работа, и академия, есть еще семья. Как это все увязать в один узел? Необходима поддержка. Невозможно все это воплотить в реальность, если нет человека, который тебя понимает, который тебя поддерживает и который в тебя верит. Без этой опоры мамы, семьи, допустим, сегодня я здесь, а девочки мои с моей сестрой, а вчера я была на репетиции, они были с моей мамой, а по воскресеньям, когда репетиция, вот он вернется и он будет с ними. То есть без этого это просто было бы нереально. У меня двое детей, у меня три бизнеса. И это бы, it would never happen, если бы у меня не было этой опоры. Я думаю, что если бы у меня не было спутника жизни, который дает мне зеленый свет, который тоже меня терпит со всеми этими творческими странностями, вряд ли у меня бы получилось все то, что я могу достигать сейчас, на данный период времени. Поэтому ему отдельное спасибо. Несколько такой несовременный подход, я бы сказала, немножко не канадский. Здесь все как-то так на феминизме основано. Ваше мнение здесь какое? То есть вы больше поддерживаете эту точку зрения или все-таки ближе к нашему такому традиционному домострою? Я поддерживаю такую точку зрения, что женщина должна быть реализована, безусловно. Это тяжелая работа, это нелегко, это надо встать, надо куда-то идти, а где они через дверь, там через форточку. А в конце концов, когда вот это приходит, да сезет. Что с вашей точки зрения является реализацией? Например, если женщина посвятила себя семье, можно сказать, что она реализовалась? Если это то, к чему она стремилась. Есть однозначно женщины, мужчины, которые это то, ихняя самая желанная позиция в жизни. И, конечно, они реализованные люди. Без подобающей поддержки, если ты чувствуешь, что нет рядом того человека, который принимает тебя такой, какой ты есть, пусть сумасшедший в каких-то моментах, но все равно принимает и любит, это все-таки бесценно. Это то, что дает тебе тот бензин, с помощью которого твоя машина способна ехать. Это именно в этом состоит секрет женского счастья. Я думаю, да, абсолютно верно. Жанна, спасибо вам большое. Очень было интересно с вами пообщаться. Я полностью убеждена в том, что вы соответствуете званию замечательного монреальца. Ну и, конечно, хотелось бы вновь увидеть вас на вашем будущем спектакле. Теперь будем надеяться, что у меня после ваших слов не разовьется звездная болезнь. Понимаете? Вам большое спасибо, Маша. Было безумно приятно. Что-то вы бы хотели пожелать зрителям своим настоящим будущим и тем, кто нас сейчас смотрит? Конечно. Я бы хотела пожелать людям быть настоящими, быть сами собой, быть в каком-то балансе своих чувств, не бояться своей правды. И, не знаю, сиять. Спасибо, Аня. Очень было приятно, интересно с вами пообщаться. Я уже собралась совершенно точно на ваш спектакль, так что встретимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова